Поделитесь своим видением того, каким путем будет освобождаться Крым – военным или политико-дипломатическим? Будут Крыму боевые действия, большая война? И может ли Россия отдать его без боя? А еще какие события должны предшествовать началу нашей операции к освобождению Крыма? Тут достаточно очевидно. Точно сказать, есть канал, ясновидцы выступают в Ютубе, я там как-то заглянул. Сотни тысяч просмотров на каких-то ясновидцев, которые тусуют каждый второй, говорят точно, как будет. И вот народ сюда будет. Потрясение. Я, слава богу, не ясновидец, я могу оперировать, как аналитик, я оперирую сценариями и вероятностями. Есть такой сценарий, с такой-то вероятностью, есть такой-то сценарий, есть такой-то. Есть там, начинается от очень вероятного сценария, а заканчивается маловероятным сценарием. Ну, весь набор посредине. Так вот, наиболее вероятным сценарием освобождения Крыма является именно политика, военно-политический путь решения. А именно он предусматривает то, что, во-первых, мы начнем доставать разными средствами вооружения до любой точки Крыма и разнесем максимум из военных объектов. Слава богу, Крым не очень застроен. Это и застройка центральной Украины. Там есть достаточно много свободных мест, и можно точечно бить, а у нас есть высокоточное оружие, точно бить по именно военным целям, аэродромам, различным там скоплениям техники, зенитным и прочим установкам. Да, мы должны добиться того, что из Крыма, из Севастополя, из базы, просто сбегут все российские оставшиеся там корабли в сторону Новороссийска. Не так уже осторожненько к этому. Да, и нам необходимо будет зайти примерно до Армянска-Красно-Перекопска. То есть нам нужно будет пройти перешейку. Вот если мы его проходим, это будет означать, что мы можем дальше двигаться совершенно спокойно по всему Крыму. Вот на этом месте, чтобы там не затевать страшно серьезные проблемы в сложных условиях для Украины. Так, кстати, моста не должно быть. Вот я не знаю, что. Рассосется там он, опять взорвет, или что-то к нему прилетит, вот не знаю. Сам завалится, но моста быть не должно быть. Это те военные условия, которые предлагают. Доходим до Красно-Перекопска-Крыма, Красно-Перекопска-Армянска. Там можно остановиться, и с этого момента можно начать дипломатические разговоры о Крыме с условием того, что мы в любую точку можем прилететь высокоточной ракетой в любую точку. Вот тогда разговоры пойдут более-менее нормально. Но этому предшествовать должен выход к Азовскому морю, то есть выход к Бердянскому освобождению, то есть перевязание вот этого коридора, выход к Мариуполю и все прочее. Вот тогда это может произойти просто наступление на Крым ни к чему не пройдет. Масштабное контрнаступление и в районе Тонецка, Донбасса, и перевязание сухопутного коридора в районе Мелитополя, Бердянска, и выход до административной границы Крыма, так называемой. Административной границы Крыма. Вот тогда этот путь может пойти. Скорее всего, у нас есть практическая возможность отвоевать Донбасс, хотя абсолютно непонятно, что потом с ним делать. Он сейчас просто в ужаснейшем разрушенном состоянии. Еще там какие-то серьезные бои просто сравняют его с земной. Не восстанавливать это вообще просто ужасающая проблема. Не знаю, надо делать какую-то эрекционную зону на 30 лет. Чтобы просто восстанавливать эту территорию как место для возможной жизни людей. А по Крыму там можно двигаться и наступать достаточно быстро степи. Защищать их трудно. Если у нас появятся танки, колесная бронетехника и пули. Я считаю, что Россия будет соглашаться на длительный процесс, длительный, годами исчисляемый, но процесс неухонного возврата Крыма поэтапность. Да, действительно, там надо вывезти корабли, уничтожить базу Черноморского флота, дать возможность тем, которые приперлись туда россияне, свалить оттуда. Вот это все, да, действительно требует времени. И путь военно-дипломатический, путь, он неуместен при условии, что все остальные территории освобождены военным путем. Все остальные. А эту можно, так сказать, отложить потому-то, потому-то и потому-то. Не более того. А на сколько тогда лет вообще может растянуться это освобождение Крыма? Ведь вы сами говорите, что эта дипломатическая часть вот этого пути, она будет довольно длительной. То есть России это все надо как-то вывести, согласиться на это. От 7 до 25 лет. От 7 в зависимости. Ничего не надо выдумывать. Есть такие примеры и все такое прочее. Наиболее быстро это можно сделать порядка 7 лет. Это наиболее быстрый, то есть вот тот срок, который, говорю, маловероятный. И 25 лет это такое, ну это похоже на Тайвань, Гонконг, вот такие международные соглашения, что числится, считается всем миром, признанным, что Крым это украинский. Но вот постепенно он возврат, может растянуться там, чтобы поменялись поколения. Когда военное действие приходит, то такая, когда кровь пролегла, противоречия настолько острые, что невозможно интегрировать этот регион без каких-то постоянных конфликтов, без какой-то там партизанской, нелепой прочей войны. Надо, чтобы сменилось поколение. Вот отсюда появляются сроки, к примеру, 25 лет, когда те люди, которые воевали, чья кровь или кровь близких пролилась, они просто должны естественно уйти из жизни или с общественной арены вот от 7 до 25 лет. Но есть вариант, когда, да, действительно, мы начнем его всерьез освобождать, у нас появится такая технологическая возможность, и мы таки практически дойдем до побережья. Такой вариант тоже существует, сценарий военный такой тоже есть, но он, на мой взгляд, менее вероятен.